Я обожаю себя смотреть, Юрий. Джимотэ, друзья, утро у нас 9 часов, постепенно все запускается, уже жарится шашлычок с утреца. Ребята готовы порадовать своих гостей, коктейльчики покупают. Интересно, с утра шашлык как заходит? Здесь у нас с парковочками проблемы, я так и не смог себе найти машинку куда припарковать, но все, как говорится, решается. Проехал дальше, кафешечка Фрегат работает, где стоит дом. Один, кстати, у меня тоже был на обзорчике, как-то раз снимался людей мало, так кажется. Мне кажется, что все сейчас на море. Кафе Клим закрыто, самое качающее заведение в Джимотэ. Здесь, наверное, собирается больше всего, с утра работает столом. Вот шашлычок, здесь можно посмотреть, что, почем, если брали, напишите, ребята, как вам еда. Кафе Климчал, в первой стороне, кстати, здесь ребята единая ферма, он находится, готовит просто шикарнейшей мидии. У них пробовал, мне очень понравилось. Здесь работает столовая. Мы ее уже показывали, это или в пещере. Открылась она в этом году, то есть там движетка тоже неплохая. На Джимотэ есть магнит, туда вот чуть-чуть вперед, с правой стороны пятерочка, то есть два таких сетевых магазина, здесь у нас светофор появился, и все, как порядочные люди, переходят на зеленый свет. Но надо успеть здесь поставить, потом туда перейти, ты не успеешь, потому что всего лишь на переходы мало времени. Здесь высадили цветы, но с них пробивается немножко амброзия, надо их чуть-чуть прополоть. И платанчики зимнеют и растут. Это прям, ну, очень хорошо. Вот в девять, в восемь, я пришел там на красный, пытаюсь туда успеть, и еле-еле успеваю, ребята. Еб! Прикольно. Вот эта бутылочка там, что ли, взрывоков перебила. Итак, мы выходим на первый проезд, дорогие мои. Прям насыщенный пароход у нас, сутрица. О, голая. Запривавка сейчас, прикольно. Один у нас был, здорово. О, привет. Стриптиз с утра, вообще, голые армяне продают еду. Давай, я тебе, я тебе выйду. Давай. Все, он для вас, оделся, галстук только не одел. Все, все нормально. Почему у тебя армянский сникерс? 50 рублей, 150, 120. Кабачки 50 рублей, синенькие 80. Еле тоже 80. Огурет 65. 100 рублей. 100 рублей. Персик есть по 100 рублей, 150 рублей. Дегтарин 160. Виноград 130, 150. Это кишмиш тоже 150. 50, зеленый 130. 150, черепомидор. Картошка 40 рублей. Финжир 200 рублей. Клубничка. 250 рубашка. Вот эти по 100 рублей, персики. Арбуз 25. Кректарин это 120 рублей. Арбуз обычный почем? Арбуз 25 рублей, жертвые 40 рублей. Леня 70 рублей, успешные. Синий люк 150. Кабуста 50 рублей. Хорошая тебе работа. Все, и вам тоже удачки приезжайте, приходите. Дай Бог. Спасибо. Меня спрашивают. Игорь, а что ты говоришь, про синий рассказываешь? Я вам говорю, ребятки, вот я на первом проезде, допустим, снимаю постоянно две точки, в которых у меня нет плохих отзывов. То есть я не хочу ходить, ругаться с кем, что-то там как будто... Все равно, ребят, на первом канале в НТВ показывали, ничего никто никому не доказал. Вот, пользуйтесь. Будут плохие отзывы, там скажете, что вас обманули, больше их показывать не будем, и все. Я думаю, что так гораздо лучше, ребятки, чем ходить и устранивать этот хайп, ругань, там, ни к чему. Ну, наебываются. Ой, обманывают многие. К большому сожалению, хотелось, чтобы было все по-честному. Вот чайос, смотрите, сколько продают с этой стороны тоже. Вот, ребята, точно, если можно прийти... Здравствуйте. Раз так написано, значит, не бояться. Можно прийти со своим весом и взвесить. То есть, пожалуйста. Это очень круто, на самом деле, то, что такие надписи появляются. А знаете, почему появляются? Потому что соседи, допустим, продают товар ниже, хотя у обоих одинаковая закупка. Ну, в принципе, ты не можешь поставить дешевле, потому что тебе надо хоть как-то отбиваться. Вот, пожалуйста, у меня с кожи 130, ребята тоже сжарят. Слушайте, шашлык в джемоте по утрам, походу, очень популярное блюдо. По крайней мере, нажаривается его здесь очень много. С этой стороны доброе. Все, на работу уже пора. С чаечка начинается. Это хорошо. Здесь можем увидеть, что так же фрукты, овощи, без надписи точной весы. Вот, не могу сказать, чтобы он все не проверял. Я не знаю, может, все абсолютно честные, и все остальное, эта фантастика осталась в прошлом. Поэтому, дай бог, чтобы так оно и было. Здесь улица Песчаная, пересечение с первым проездом. О, сколько машин, ребята. Тут джемоте, по-моему, уже скипит. Столовая Б-52. Очень хорошая, по крайней мере, по всем отзывам, которые были раньше. Единственное, что расстраивает, что раньше заходил. Прямо здесь на входе висели цены. Было так классно. Зашелся, ценники показал. А сейчас ценников, которые раньше не было, подписаны. И сейчас они не подписаны. Мы сегодня зайдем в какую-нибудь другую, потому что эти столовые миллион раз показаны. Туда, ближе к пляжу, еще что-нибудь с вами вместе посмотрим. К концу сезона цены там уже падают. Я помню, когда вначале показывают, а потом цены задерут. Никто, кстати, цен не менял. Ценники, по-моему, на весь сезон такие и остались. Потому что менять цены, это тоже пересчеты. И людей вводить в заблуждение никто особо не хочет. Мы в начале сезона сделали фиксацию всех столовых. И те, кто посмотрели эти эфиры, знали то, что, почем будут продавать. Жар пиццы, пиццерия здесь находится. Интересное, кстати, место. Люди хвалят, потому что там такие, как комнатки, в которых можно посидеть. Здесь Ромео кафе. Тоже хорошие отзывы. Причем добрые. Красоту показать. Красивые плов, лагман, все, что хочешь. И цены. Это наши шашлыки. Это оба открыты, спокойно. Заходи, смотри, что здесь есть. С левой стороны фрукты. Большую арбузу продают. Здесь еще сбегская кухня не открыта. Но можно посмотреть, что здесь. Как будет, ребята. Особенно радует, конечно, что большие цены. Не надо напрягаться, чтобы вам посмотреть. И мне показать. Здравствуйте. Так вот выглядит еда. Вот так вот выглядят ценыки. Вторые люди, суп овоща. Борщ, допустим, здесь по 80 рублей. Красиво. Красиво. И здесь овощи. Каша в целом. Кафешечка. Большое помещение для того, чтобы поесть на улице. Классно. У них тут еще водичка такая брызгала. Кстати, не знаю, сейчас еще работает или нет. Это база отдыха здоровья. Отремонтировано, отреставрируем его. То есть тоже очень классно. О, а здесь магазин открыли. Я, кстати, что-то не видел его. Такой большой. Доходим до улицы. Виноградное пересечение. Оказывается, видите, как все здесь близко. Как все здесь рядом. Здесь еще одно столово. Кстати, с очень культурными вежными продавцами. Продавщицами. Я зашел, прям обомлял. В этом году было прям очень классно. Рассказано. И это на самом деле не может не радовать, ребятки. Идем сухо, красиво, классно, великолепно. Все работает. Все прям именно так, как должно быть. Слушай, ты второй голый продаешь. Ну, я же хожу в черной майке. Ты ходишь, а мы сидим. Вот, ничего не делаешь. Огурчики 60, картофель. 35. Морковка. 60. Лук 35. Крымский 130. Баклажаны 70. Яблочки 35. Перец болгарки 70. Виноград по 100. Это 130. Сливы 80. Нектарин 100. Мандарин 200. Эти 180. Ягоды 50 100. Так, динжер 180. Нектарин 130. Пески по 130. Яблоки 80. Груши 190. Помидоры 90. Помидоры у тебя вообще предмет искусства. Просто настолько красиво арбузы. Арбузы? Арбузы 25, дыни 65. Желтый? 40. Все, понял. Надеюсь, на майку в этом году он все-таки сейчас заработает. Также, ребят, тут рыбка продается, пиво. Ценники можно посмотреть. Зимы. Здравствуйте. Я ваша подписчица. Столько лет мы сюда ездим, хотела встретиться, и вот первый раз повезло. От души, как зовут вас? Зинаида. Откуда? Московская область, город Щелоков. Как вам в этом году отдыхается? Хорошо. Все нравится? Пока да. Может, кому-нибудь приветики кому-нибудь? Да, приветики. Значит, сыну Виталию, жене его Юли, дочке Юли, внучке Валерии. И всем, кто меня видит, кто знает из города. Хорошего отдыха. Пойдемте, Баючка, здравствуй. И вам здравствуйте. Вас как зовут? Людмила. Людмила. Очень приятно. Вам, наверное, лет шесть уже смотрю. Спасибо большое. Да, у вас совсем-совсем мало подписчиков, но мы приехали за первый раз. Нам там понравилось. И так ездите? Я потом начала вас смотреть каждый год. Прямо вот, как вот, дурно. Очень приятно. Где отдыхаете, расскажите? Ну, я на песчаной, на 22. Лучина сейчас какая? За 2 тысячи. За троих? Нет, за двоих. За двоих. Ну, это прямо рядом сколько тут? Песчаная вот тут вот рядышком. 300 метров до моря? Да, да, да. Прямо рядышком. Ой, очень приятно вас видеть. Привет тоже от вас, может, кому-нибудь. За всем, кто меня знает. Спасибо вам большое. От души. Хорошего отдыха. У вас репортажи все актуальные. Прямо вот что называется. Спасибо большое. Вот так здесь так и покажут. Ну, как по-другому. Чтобы приезжали и знали, как здесь отдыхать. Ой, мы, кстати, по вашему тоже рекомендации, вот, столовой, где вы варили самые хорошие шашлыки, на пионерском проспекту. Как уходишь, прям вот налево. Вот так вот. Все вкусно. От души. Спасибо большое. Это вот ребята, которые вначале были, обещали вкусно жарить и молодцы, сдерживаются. То есть, ну, мы их сегодня не показали, но то, что вот такой отзыв получили сейчас, это прям очень круто. С правой стороны продают выпечку разнообразную. Здесь с утра уже наливают кофеючек. Добрый-добрый день. Здорово, брат. Как работа? Работа хорошо. Дай бог, еще месяц, месяц, ребята, Пашим. Здесь можете увидеть, что тоже все продают сувенирчики. С утра уже повыставлялись. Юбилейный тупик у нас. Сухой довольно-таки все хорошо. Здоров, здоров. Тоже продают всякие нужные вещи. Здесь, вот смотрите, столовая одна. Здесь столовая полянка вторая. Юбилейная столовая третья. То, а дальше еще новая столовая. Потом еще и новее две столовые. Друзья, если где-то вы ели, опишите обязательно, как вам. Это будет очень интересно узнать, нравится, не нравится. Потому что это самое важное, что может быть в этом жизни. То есть, чтобы получать ваш отзыв. Потому что у всех столовые... Я, честно, не слышу в этом году плохих отзывов. Это прям очень меня радует. Один где-то был, девочкам не понравилось. Но вкус и цвет все разные. Потому что прям вкусовые ощущения у нас у всех разные. Кто-то ест, ему по кайфу, а кому-то соли мало, перца там и так далее. Вот с правой стороны, видите, столовая появилась в этом году. И с левой стороны печки-валочки. Тоже столовая. Тут пиццу пекут перед пляжем. То есть, друзья мои, огромное количество просто разнообразного выбора. Где, что можно поесть, попить. Сюрф-бар. Это тоже имеется здесь. Здесь мой друг Димка работает на этом. Мы в сюрбилет, а к нему собираемся с Джаником попасть. И никак не выедем. Я надеюсь, что когда-нибудь это получится. Здесь сделали, смотрите, два коротких тротуара. Это очень удобно, очень актуально. Мусорки стоят. У них там еще мешочки есть. В общем, слушайте, дорого-богато, круто. Жалко, конечно, что поисчезали. У нас Дюны здесь. Хотелось бы увидеть Варечку. Она сейчас где-то здесь кафует на пляжике. Может, мы ее заснимем из квадрокоптера. И потом разглядим вместе с вами. Выходим на первом проезде. Смотрим, здесь делают массаж. Вот мне очень... Ух ты, тут какие-нибудь устройства. У меня даже прикольно. Мне нравится вот этот забор. Я ненавижу заборы. С левой стороны лежаки по 300 рублей. То же самое под зонтиками. Просто где кто успел, тот там и занял. Есть туалет-душ. 30 рублей за этот туалет-душ. У нас 100. И ногомойка 20 рублей. С левой стороны там спасатели находятся. Слушайте, я сегодня был в районе пляжика Селена. И там у нас прям много водорослей было. Здесь, я подхожу к морю. По-моему, здесь прям все идеально. Все шикарно. Вот как девушки отдыхают на лежаках. Лежаки только занимаются. А вот те, кто любят отдых бесплатно, они уже здесь прям все заполонили. Слушайте, в джимоте вообще сезон не кончается. Мне кажется, здесь людей нереально много. А кто еще, я думаю, можно разыскать. Хотя, смотря на то, сколько народу сейчас в море, это кажется практически невозможным. Давайте посмотрим на левую сторону. Слушайте, здесь береговая линия прям стала гораздо шире. И для людей мест гораздо больше. То есть, это прям очень круто смотрится. Теперь вот этот хитчет для отдыха. Ой, а куда что творится, ребята? Там вообще просто китайские залежи людей. Ну, шикарно. Всем желаем хорошего отдыха. Осталось нам только узнать температуру водички. И потом можно будет уже отправляться дальше. Пока мы будем замерять, я вам предлагаю полетать. Я мокрый, чтобы вы понимаете. Сегодня очень душно, поэтому я на пацанов совершенно не наизаю. за то, что они без маек. 34,2, но влажность просто как в Сочи сегодня, друзья. Нету ветра, вода стоит. И вот сейчас как-то таки, ай, не хватает. У меня шлепки я оставил, поплыли. А? Я специально это делаю. Это воду меряю. Вот такие дела, дорогие друзья. Полетели. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok